всем привет меня зовут олег антоненко вы слушаете подкаст что это было здесь мы говорим о войне и ее последствиях для россии и украины сегодня мы поговорим почему германия не торопится поставлять украине немецкие танки леопард 2 позиция берлина вызывает недоумение и даже разочарование причем не только украины но и польши а также других союзников киева чем объясняется нерешительность берлина какую роль в этом играет история и в чем специфика современной немецкой политики ну и главный конечно же вопрос может ли ситуация с леопардами измениться во всем этом нам поможет разобраться немецкие журналисты из берлина дмитрий вачедин дмитрий здравствуйте олег здравствуйте добрый день давайте сразу скажем что мы записываем этот подкаст во вторник в день встречи генсека на то йенса столтенберга и министра обороны германии бориса пистолиуса пистолиус недавно назначен министром обороны и на этой встрече он сказал что нато не должна становиться стороной конфликта а на прошлой неделе утверждал что у германии нет намерений специально блокировать поставки танков леопард но решение об этом будет принято как он выразился может через неделю может через две точно вам сказать не смог и сегодня польша направила берлину официальный запрос на передачу танков леопард украине тех самых танков которые у поляков на вооружении есть до этого варшава тоже напомню вам грозилось отправлять танки малой коалиции стран без германии если берлин будет также нерешителен и главный вопрос нашего подкаста почему германия не торопится я думаю что мы к нему будем так или иначе возвращаться на протяжении этого подкаста но сейчас дмитрий я попросил бы вас тезисно объяснить причины ох тут на этот вопрос есть сразу несколько ответов во-первых ситуация осложняется тем что сам олаф шольц или там борис пистолиус новый министр обороны который только недавно назначил и вот тут смотрел рейтинги невероятно быстро стал очень популярным политиком обогнал почти всех но олаф шольц не торопится давать объяснение почему германия затягивает решение этого вопроса с одной стороны с другой стороны отвечает на этот вопрос достаточно обтекаемо в принципе то что известно и то о чем говорится это вот три немецких принципа первое это поддержка украины то что германия оказывает поддержку украины посылает оружие второе предотвращение войны между нато и россией ну очевидно то что германия не хочет чтобы нато стала стороной конфликта и условно где-то в польше или в балтийских странах шли бои и третье это отказ что-то делать в одиночку он не хочет быть предводителем под группы стран или вот первый кто начнет поставлять россии танки это и психологически некомфортно и давние связи россии и германии не позволяет это делать и немецкая история и экономические отношения и боеспособность бундесвера которая оставляет желать лучшего то есть если говорить о каких-то принципиальных вещах то вот эти три базовых пункта но смотрите у меня тут сразу возникают вопросы к этим трем пунктам потому что вы говорите германия не хочет 1 посылать танки окей но первыми посылают танки британцы они об этом уже объявили то есть в этом германия не первое вы сказали о том что немцы боятся что война может начаться на территории нато и такого рода оружие они не хотят отправлять но с другой стороны мы же вспоминаем что отправили мощнейшие системы pvo аристи немцы эффективных бмп мардер которые тоже могут быть использованы не для обороны для наступательных операций да и тут получается как бы вот эти что называется отговорки они если разбираться с ними но как-то в общем а германия с одной стороны что-то делает а с другой стороны говорит что делать она это не может по каким-то причинам хотя мне кажется уже в свете сегодняшних новостей очевидно что танки леопард будут украины значит давайте по пунктам давайте первое британия германия видимо не считает эти британские танки какой-то существенной военной силой способностью изменить ситуацию на фронте да то есть грубо говоря очевидно что у нато есть две танковые модели распространенные и как бы обладающие действительно мощным военным значением это леопарды немецкие которые она германия поставила в 16 стран ес и нато то есть они много у кого есть и это американские аббросы соответственно не британские танки не французские танки которые тоже существуют но которые президент макрон пока не объявил о их поставках хотя этого не исключает они таким боевым мощным компонентом с точки зрения берлина по каким-то причинам не являются второй вопрос это бмп марбер которые германия тоже сначала отказывалась поставлять в конечном итоге она поставила но там-то как раз все не противоречило вот этому принципу третьему немецкому отказу делать что-то в одиночку там было просто замечательно в январе сша и германия одновременно объявили о том что будут поставлять украине бмп то есть вот это вот братли американские и мардер немецкие и они их начали собственно поставки то есть я так полагаю это практически уверенность в том что если бы вашингтон согласился бы одновременно с берлином объявить о поставках как абрамсов так и леопардов германия бы точно не сказала нет да вот в июне мы говорили ничего не изменилось как тогда у немецких властей были проблемы с пиаром так и сейчас громадные проблемы с пиаром остались просто такое ощущение вот знаете что в школьном классе вызвали какого-то там мальчика к доске он ответа не знает или там знает на троечку но все как бы вокруг сидят как бы над ним смеются может быть они еще как бы хуже готовы к уроку да но отвечать почему-то ему да и соответственно те кто там просто сидят и молчат и как бы не спрашивают они выйдут сухим из воды но вот как вызвали тогда уже в мае в июне к доске вот этого немецкого мальчика шольца так он с тех пор там и стоит краснеет он поменял министра обороны он как бы что-то мямлит но ситуация для него почему-то не улучшается соответственно и третье это вы сказали о том что поставив бмп германия очевидно перешла тот психологический рубеж и уже поставляет наступательная вооружение в принципе наверное в этом есть смысл это действительно так то есть с точки зрения военной действительно германия поставляет высокотехнологическое оружие и рис эти системы. Германия поставляет Мардер. Да, то есть военно-технических аспектов не поставлять танки, наверное, не осталось. Но остались психологические аспекты, поскольку танки больше, чем какой-то другой тип вооружения, связываются в сознании немецкого общества с вооружением наступательным. И вот этот переход от помочь Украине выстоять и защититься к помочь Украине наступать, он в немецком обществе, в том числе, выглядит немножко сложным. И пока не все немцы к этому готовы. Можно посмотреть опросы. И, собственно, чем моложе жители Германии, тем менее они готовы к таким поставкам. Можно тоже чуть позже поговорить, почему это так. Да, несомненно. Я просто хотел бы продолжить то, о чем вы говорили по поводу поставок танков. Почему все-таки споры идут вокруг леопардов, а Британия... Дело в том, что поставляет очень небольшое количество этих британских танков Челленджер, да? Всего 14 пока. Ну, пока такое число. Как я понимаю, когда речь идет о леопардах, если принять во внимание, что есть не только у Германии, но и у Польши, и других стран НАТО, европейских, которые готовы отправлять эти танки, то речь тут идет о десятках, возможно, сотнях танков леопард. Вот хотел как раз у вас еще спросить, чем же они так хороши, почему именно о них так много говорят? Ну, так как это одна из двух самых распространенных систем, да, то в принципе, даже если бы они не были хороши, то это лучше, чем ничего. Они просто есть в наличии, их можно поставить с одной стороны. С другой стороны, видимо, действительно они хороши. То есть, сами немцы считают их, пожалуй, лучшими в мире. Тут говорят о том, что российские танки системы Т, у них там дальность стрельбы полтора километра, а у леопардов несколько километров, то есть, в принципе, любые танковые дуэли теоретически этими леопардами выигрываются и так далее. Ну, вряд ли небольшое количество, там, если вот как Польша сейчас 14 поставит, сложно себе представить, что эти 14 танков вдруг обеспечат украинской армии существенное преимущество, что они просто в наступление перейдут и освободят всю захваченную территорию. Ну, как бы, хорошие танки, все об этом говорит, и мы тоже из этого исходим. Смотрите, давайте о Боле Фишольце, о немецком канцеле чуть больше поговорим. Вы о нем упомянули вначале и о том, какой у него пиар в мире. Действительно, об этом пиаре говорит тот факт, что вот я вчера в британском издании Financial Times увидел новость о том, что это издание обратило внимание на появление такого термина Шольцинг в соцсетях, то есть слово, производное от фамилии немецкого канцлера, и означает, с одной стороны, декларирование на словах каких-то благих намерений, а на деле абсолютную нерешительность. Это действительно, хочу вас спросить, Шольц тормозит, или все сложнее, и немецкие политики не могут договориться? Так, давайте к еще одному аспекту этого вопроса перейдем, чтобы просто показать всю сложность. Вот тут вот интересная статья вышла недавно в Noe Zürichert Zeitung, довольно консервативная газета, и там Марко Зелегер, такой немецкий военный эксперт, хорошо разбирающийся в вопросе, собственно, привел некие интересные мысли. Так вот, на европейском континенте, в Европе существует конкуренция между системами Abrams и Leopard. Не так давно Польша перешла с Leopard на Abrams. Польша, с тех пор, как вышла из Варшавского пакта, купила около 200 Leopard, да, но не так давно начала переход, в 2021 году был заключен контракт на покупку Abrams и на покупку южнокорейских танков. Это немецкая сторона восприняла очень болезненно. Ну, попробуйте там с Apple перейти на Samsung условный, да, вам надо менять абсолютно все от кабелей до каких-то там сопутствующих технических гаджетов. Это просто дорогостоящий процесс, да, то есть в танках это все еще сложнее. Это ремонтные базы, это запчасти. Так вот, грубо говоря, так как Польша уже переходит на Abrams, и ей, по сути, леопарды уже сильно-то нужны. Ей довольно легко с ними расстаться. Тем более, что Америка, если верить на Цюрихерцайтунг, предлагает тем странам, которые отправляют в Украину леопарды, замену в виде своих танков-абрамсов. То есть, грубо говоря, какая-нибудь условная Финляндия, которая тоже колеблется, она, в принципе, готова отправить танки в Украину по слухам. Соответственно, Финляндия отправляет леопарды в Украину, взамен получает абрамса, и тут же, соответственно, переводит всю свою систему вооружений на абрамсы. То есть Германия теряет контракты, Германия теряет тут очень многого. Конечно, Америке выгодно не самой посылать свои абрамсы, а чтобы другие страны европейские посылали леопарды. Итак, таким образом, слишком быстрое согласие Германии на то, чтобы другие страны отправляли леопарды, означает просто захват европейского рынка, собственно, американскими абрамсами, чего Германия ни в коем случае не желает. Но и сама возместить быстро недостающие леопарды этим странам Германия тоже не может, поскольку она не может быстро нарастить производство этих танков, поскольку оно все последние годы как бы снижалось. И танки эти готовились годами, но никто и не спешил, как-то никто не верил в то, что на самом деле танки когда-то понадобятся. Соответственно, Германия, вот этот вот мальчик, стоящий у доски, краснеющий, попал в очень сложную ситуацию. Тут замешаны не только как бы психологические вопросы, не только морально-этические вопросы, не только немецкие принципы, не только страх перед российской армией, но еще и конкуренция глобальных игроков на рынке вооружений между абрамсами и леопардами. Ну, появилась сейчас статья в Noé Zürich Rzeitung, мы узнали о таком еще аспекте. Очевидно, это не единственное, ни второе, ни третье. Этих аспектов много. То, что Шольц несколько мямлет и сейчас отказывается от принятия быстрых решений, это как бы в принципе можно понять. Очевидно, что в Рамштайне не собирается сейчас вот такой вот коалиции стран, которые готовы немедленно отправить в Украину свои леопарды. Внушительно. Иначе бы Германия не стала этому препятствовать, я так думаю. Очевидно, стран таких немного и танков этих пока немного. И если у нас получается коалиция условная из Польши, Германии и Финляндии, то понятно, кто будет в этой коалиции главным игроком. Германия. То есть это то, что Германия называет отказ от принципа делать что-то в одиночку. Наверное, это нарушение этого принципа было бы. Германия боится, что все танки леопард, которые окажутся в Украине, будут российской стороной восприниматься как немецкие танки. Потому что Германия дала на это согласие. Соответственно, Германия станет стороной конфликта. Мы как бы не так давно узнали, в том числе из публикации The Insider. Кажется о том, что далеко не все немецкие фирмы покинули Россию. Некоторые продолжают там работать. То есть экономические связи какие-то сохраняются. И несмотря на полный отказ Германии от российского газа, все-таки связи какие-то экономические остаются. И об этом тоже Шольц обязан думать. Но он же принимает решение о том, отправлять или нет. Насколько я понимаю, технически это устроено так. Существует Совет Безопасности, существует подпись Шольца необходима для того, чтобы танки отправились. Ну, фактически все сводится к его решению. То есть он главный человек, который принимает все-таки решение, отправлять или не отправлять. Абсолютно. Все сводится к его решению. То есть министр обороны Германии, недавно он сменился, можно об этом поговорить, о значении министра обороны. Он тут, в принципе, не при делах, по большому счету. То есть как Кристина Ламбрехт говорила, что вот мы решение еще не приняли, но не исключаем, так сейчас тем же занимается Борис Писториус. Просто у него имидж получше, поэтому Писториуса как бы любят пока, во всяком случае. А Ламбрехта очень сильно не любят. Ну, кстати, а с чем связана отставка Кристины Ламбрехт, бывшего министра обороны? Она как-то связана, может быть, с Леопардом и вообще с помощью Украины или нет? Нет, она никак с помощью Украины не связана, хотя Ламбрехт, у нее было столько медийных пиар-провалов, что, в принципе, какая-то... Ну, то есть в этом она действительно не виновата, но в общественном мнении кажется, что и это еще тоже лежит на ее совести. Тут дело другое. Когда Германия осуществляет какие-то поставки, допустим, гепардов тех же самых, то осуществляются поставки не только гепардов, но и боеприпасов, которые должны быть вовремя заказаны немецкой промышленности. И вот дело Министерства обороны – это вовремя разместить этот заказ. И с этим Ламбрехт, очевидно, справлялась не всегда. Но это вопрос уже не в общем, не в каком-то саботаже, а просто в эффективном менеджменте или не очень эффективном менеджменте. Так вот, с немецкими министрами обороны история интересная. Во-первых, три последних немецких министра обороны – это женщины и это технократы, да, то есть это политики, которые занимались в своей жизни совершенно разными вещами. Они кочевали из министерства в министерство и такие универсальные, не харизматичные, ну, как бы эффективные менеджеры, которые можно поставить куда угодно. На образование они будут заниматься образованием. На, не знаю, оборону они будут заниматься обороной. Медицину они будут заниматься медициной. Руслова фон дер Лайен – это первая в списке. Она сейчас вообще председатель Еврокомиссии, да. Анна Грет Крамф Каренбауэр, давненько я не произносил это имя. Ее Ангела Меркель пробовала на роль своей преемницы, да, и как раз Министерство обороны – это было один из тех поприч, на которых она проходила проверку, и эту проверку, ну, в общем, не очень эффективно она, ей удалось себя показать. Она куда-то ушла в политическое небытие. И вот Кристина Ламбрехт. Кристина Ламбрехт сейчас кажется просто, что это совершенно такой какой-то нелепый персонаж, просто удивительно, невероятно жалкое у нее было видеообращение «Поздравление с Новым годом», в котором она допустила все, кажется, возможные пиар-ошибки, которые может допустить человек на таком посту. Это видеообращение было записано на берлинской площади безлюдной с ужасным качеством звука, с ужасным качеством видеокартинки. Она стояла там на холодном ветру в таком голубом пальто, легком, казалось вообще человеком, который не понимает, где находится. Сзади на фоне всего этого были слышны ужасно громкие разрывы петард и ракет, потому что Новый год в этом году в Германии впервые за три года разрешили продажу пиротехники. Соответственно, вся Германия, весь Берлин с ума сходил, были даже вот в моем спокойном Шарлатенбурге, я дома встречал Новый год, я когда открывал дверь балкона, просто казалось, война идет какая-то, извините за такое сравнение, война идет, но черт побери. Соответственно, немцы восприняли это в том числе как проблему. Было более ста нападений только в Берлине на полицейских и пожарных вот с помощью этих вот ракет и петард. То есть, когда министр обороны, силовой министр стоит и поздравляет на фоне вот этих вот взрывающихся петард и вынужден их как-то перекрикивать, это с точки зрения немецкого обывателя, у которого это как бы воспринимается как проблема, выглядят довольно слабой позицией. Ну и мы как бы не можем уже забыть бессмертную фразу Ламбрид, когда она сказала, что в этом году началась война и с ней у меня связаны встречи с интересными людьми. Что за бестактность по отношению к украинцам, которые и так на немецкое министерство обороны немножко злы. То есть, кажется, что Ламбрид совершенно какой-то не профессионал, некомпетентный человек, как она там вообще оказалась на посту министра обороны. Но если мы посмотрим на ее посложной список, мы увидим, что вообще-то Ламбрид была в прошлом при Меркель, это представитель социал-демократической партии, но тем не менее в большую коалицию она входила, то есть не входила в партию Меркель, но была как бы в кабинете министров ее под ее началом. Она занимала пост министра юстиции, а это важный министрский пост в немецком кабинете, и одновременно еще и последний год одновременно была министром по делам семьи и молодежи, то есть вообще два министрских поста занимала, и нельзя сказать, что с этим плохо справлялась, то есть не самые худшие были министерства. Но тогда при Меркель в мирное время, тогда как бы, когда, во-первых, Меркель своим авторитетом действительно все исправляла и всех покрывала своей какой-то вот такой государственной харизмой или антихаризмой, можно там поспорить, то когда Меркель ушла, вот все эти технократы, они действительно несколько поблекли, и люди как бы начали приглядываться к тому, кто все эти люди, а люди эти такие, что в пиар они, по крайней мере, не очень умеют там работать, его осуществлять, и без ангела Меркель эти технократы начали выглядеть как-то блекво или, можно сказать, несколько жалко. Соответственно, Ламбрехт, которая действительно ничего, ну, она как бы не военная, действительно не очень хорошо разбирается там в министерстве обороны, ну вот, она допустила ряд пиар-провалов, и ее сменил региональный политик, региональный силовик, популярный из Нижней Саксонии, Борис Писториус, который вот одним фактом того, что это как бы, представляется, что это такой компетентный силовой политик, который медленно говорит, чем он был хорош на своем министрском посту, он был министр внутренних дел в Нижней Саксонии, тем, что он умел совмещать одновременно и человечность, и жесткость, то есть он не был такой какой-то силовик, который кричал там взять, вязать и не пущать, ну, как-то он одновременно депортировал опасных каких-то исламистов и одновременно говорил, что вот у вас в Греции с беженцами плохо обращаются, что за условия в лагерях беженцев, то есть как-то вот он умел немцев зацепить с сочетанием этих двух качеств. И ничего он пока не сделал на этом посту министра обороны, но уже одним своим спокойным, уверенным битом как-то этого достаточно было, чтобы он ворвался и возглавил лейтинги популярности. Так, ну хорошо, с этим мы разобрались. Это, наверное, очень важно для того, чтобы понимать, как новый министр обороны будет действовать в отношении Украины. И еще одно уточнение, вы говорили о гепардах, может быть, не все наши слушатели знают, это зенитные самоходные установки, которые Германия передавала Украине. Последняя партия, по-моему, была передана в начале декабря, там было семь гепардов, кажется, которые сначала Германия хотела утилизировать, а потом, в общем, решила направить Украине. И из тех вооружений, которые Германия уже направила Украине, которые мы не упомянули, еще есть самоходные гаубицы, панцергаубицы, реактивные системы залпового огня, Марс, ну и, собственно, системы ПВО АРИСТ, о которых мы уже говорили, и мартеры, да, кажется, вот ничего не забыли. Про леопарды у нас сегодня, да, разговор, на них мы акцентируем внимание. Смотрите, давайте еще с ними разберемся. В воскресенье глава немецкого МИД Анна Лена Бербок сказала, что Германия не будет возражать, если другие страны начнут поставлять леопарды, и что, дескать, не было официальных запросов, но вот теперь мы знаем, что Польша направила этот официальный запрос. Почему для поставок нужно согласие Германии все ли упирается только в обслуживание, в запасные части, о чем вы упомянули, или там есть какие-то другие еще тонкости, которые нам нужно знать? Не знаю, скорее всего, это условия контракта по поставкам леопардов. Насколько я понимаю, это обычное дело. Тут вопрос в том, насколько это заявление Бербок было обговорено с тем же Шольцем, но Зеленые и Бербок сама, она не делает секреты из того, что она выступает за поставки леопардов. Я не думаю, что тут ее заявление как-то расколет коалицию о том, что у партнеров по коалиции разные мнения по этому вопросу, в принципе, достаточно ясно. Я вот еще для вас, для ваших слушателей вне Германии хотел бы рассказать чуть-чуть о состоянии бундесвера немецкого. Еще одна причина, почему немцы так сдержаны, поскольку, как становится очевидно, просто публикации о плачевном положении бундесвера, они появлялись с момента вот этой вот, с 24 февраля, в принципе, с момента полномасштабной военной агрессии России. И эти публикации становились все более красочными, все более там подробности, которые в них появлялись, оказывались все более душераздирающими. И, по-моему, вот сейчас, вот, наконец, вот, большая там статья Шпигеля, разбор настоящего положения дел в немецком бундесвере, и как это все произошло, вот, по-моему, такого я не читал никогда. Тут действительно волосы на голове шевелятся. Собственно, в чем было дело? Бундесвер был действительно вызывающий уважение серьезной военной силой вплоть до года 2010-го, когда, мы помним, был вот такой вот период, который продолжался несколько лет, может быть, когда все в мире казалось хорошо, да, тогда Россия Крым еще не аннексировала, исламское государство еще не появилось, соответственно, Германия очень дружила с Россией, и казалось, что все вопросы военных конфликтов, они в мире исчерпаны, да, а остаются только, вот, Германия, если будет принимать в чем-то участие, то в таких вот прицельных миссиях небольших в далеких странах, типа Афганистана, которой она тогда, как бы, миссия в Афганистане тогда была. Соответственно, какие-то большие соединения с танками и так далее и Германии совершенно не нужны. И тут в 2009 году приходят на пост министра обороны политик из баварской партии ХСС Карл Теодор Цугутенберг. Это был невероятно харизматичный, молодой, красивый мужчина, какой-то невероятный аристократ-дворянин, полное перечисление его имен займет где-то минуту, у него там 20 всяких красивых имен, там Мария, Густав и так далее. У него было две дворянские приставки фон и еще цу, он был, как бы, сын графини, он был муж графини, и он был, короче, блестящий такой молодой человек. Когда он появился на небосклоне немецком политическом, особенно на фоне Ангела Меркель, о нем говорили просто как о новом Обаме. И вот этот новый Обама, у которого пост канцлера был, наверное, уже в кармане, как он считал, и он стал министром обороны и сказал, мы оправляемся от финансового кризиса 2008 года, нам нужны деньги, давайте возьмем их у Бундесвера. С какой стати мы тратим так много денег на вооружение? И тогда 8 миллиардов евро были изъяты от Бундесвера, что практически остановило поставку туда современного вооружения. При этом были невероятные какие-то сокращения в армии произведены. При этом был переход от срочного призыва, от срочной службы на профессиональную армию. Это все было в течение нескольких лет. То есть и то, что не успел сделать Цу Гутенберг, его политическая карьера очень быстро закончилась, потому что обнаружился плагиат в его докторской диссертации. Но в Германии с этим обстоит все строго. Действительно, там было дело очевидное, ну, как бы неправильное цитирование, то есть списывание без указания источников. И он сложил в себя все политические должности, он ушел из политики. Ему пришлось спустя всего 2-3 года после его возвышения. Однако его человек тоже с непростой фамилией Томас де Мезьяр, потомок гугенотов, вот как бы время было аристократов, такой в немецком оборонном ведомстве, он продолжил эти реформы, в том числе полномочия забрав у реальных военных. Как пишет Шпигель, с тех пор Германия позволяет себе армию, практически как единственная страна в мире, которая может позволить себе армию, без генерального штаба в главе. То есть не очень понятно без реального военного руководства. Как бы никто не готовился к таким масштабным войнам, что кто-то вот там нападает, или кого-то надо защищать, соответственно. А для подготовки каких-то небольших операций, командование вот на низового уровня всегда можно найти. Да, соответственно, была значительно лишены полномочий реальные какие-то вояки, боевые офицеры. Они переданы другим каким-то гражданским инстанциям, которые занимались такими вещами, как, там тот же Шпигель пишет, проверяли качество воздуха в немецких БМП «Пума», чтобы, значит, соответственно, для женских членов экипажа было комфортно. Или делали коридоры, наверное, какое-то есть у них специальное военно-морское название, не знаю, коридоры во фрегатах современных, достаточно широкими, чтобы там могли там как бы два человека спокойно разойтись и так далее. Или как там на флоте шутили, чтобы две инвалидные коляски могли разъехаться. То есть Германия стала настолько благополучной страной, что она решала вопросы, которые не были связаны с реальной боевой подготовкой к какой-то войне, к реальной войне, к реальным боям, а какие-то вопросы, ну, условно, скажем, с нынешней точки зрения, которые кажутся второразрядными. Какая разница, какое там качество воздуха в этой БМП, если люди там не задыхаются, уже хорошо, потому что у нее другие задачи. Ну, и то же самое касается других каких-то боевых характеристик этих боевых армейских машин. Не это важно. Важно, чтобы они там стреляли хорошо и выполняли свою задачу. Германия вот ушла несколько в себя, в такой вот, в какой-то свой воображаемый мир, когда можно было заботиться совершенно о других вещах. И это все казалось чрезвычайно важным и интересным. Утратило, грубо говоря, немножко связь с реальностью. Но даже этот опыт вот этих вот Цу Гутенберга и де Месьера во главе военных ведомств был признан настолько, даже в мирное время, настолько как бы неуспешным и провальным, что их там хотели позабыть как страшный сон. И на пост министра обороны ставили уже не таких харизматиков, не новых Обам, а вот этих вот женщин-технократов, как Урсула фон дер Лайн и так далее, которые, честно говоря, как бы они там плохи или хороши не были, но они были лучше, чем Цу Гутенберг. Таких реформ они уже не производили. И, в принципе, нормально справлялись со своими обязанностями. За это же время Бундесвер превратился в организацию, в которой практически, как немецкие журналисты пишут, ничего там, каких-то секретов практически не осталось. То есть любая тайная информация, которая там появляется о состоянии немецкой военной техники, о состоянии немецкой армии, она тут же становится публичной. И какие-то секретные доклады перед членами специальных комиссий Бундестага, они тут же попадают в прессу. И, исходя из них, состояние немецкого бундесвера довольно плачевное. То есть танки не стреляют, БМП не ездят. Из 18 БМП Пума, нового поколения, которые в недавних учениях участвовали, все 18 штук за время этих учений вышли из строя по каким-то своим, ну, как бы из-за каких-то поломок и так далее. То есть, грубо говоря, Германии самой воевать, в принципе, не о чем. И с этим тоже связана вот эта вот некая осторожность канцлерового Форшольца, который понимает реальную ситуацию с немецкими вооруженными силами. Но она была настолько печальной, что я вспоминаю, как в 2018 году Дональд Трамп, тогда же не президент США, называл Германию заложницей России. И говорил, что довольно печальная ситуация, когда Германия заключает с Россией колоссальную сделку, это он имел в виду Северный поток-2, а мы в то же самое время должны обеспечивать защиту Германии. То есть там речь шла о том, что менее 1% от ВВП Германия тратила на оборону. При этом вот эта вот сделка с Россией, которая была заключена, вернее, она была раньше заключена, а реализовывалась активно, она началась в 2015-м, после аннексии Крыма. Если бы Северный поток-2 по-настоящему включился, то Германия практически полностью бы зависела от российских энергоресурсов, а с точки зрения обороны зависела бы от американской помощи. И сейчас, как кажется, вот у Германии появился возможность как-то изменить эту ситуацию радикальным образом. И вы сказали уже, что Бундесвер находился в плачевном положении, но сейчас, как я понимаю, все-таки ситуация потихонечку меняется, потому что она не может после 24 февраля не меняться. Но я вас о другом хочу спросить. У российских пропагандистов, официальных лиц, довольно сейчас нервная реакция на возможные поставки танков. Вот самым красноречивым примером, наверное, являются слова главы РТИ Маргариты Симоньян, которая сказала, ну, если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают. И в этой связи у меня два вопроса. Первый. На российскую реакцию еще кто-то обращает внимание в Берлине? И второй. Какую роль вот в этой медлительности Германии с леопардами играет ее пацифизм как результат Второй мировой войны? На российскую реакцию внимание обращают, даже если контакты с российской стороной утрачены в большой мере. Я, честно говоря, не знаю, кто, кроме, возможно, Герхарда Шлёдера, еще эти контакты сохраняют, по крайней мере, в прежнем объеме. Кажется, вчера или позавчера социал-демократы представили проект новой внешнеполитической программы, который озаглавили или там лейтмотив был «Zicherheit für Russland». Это как бы безопасность от или превыше «for» такое многозначное слово «России». И это вот очень важный аспект, потому что они могли назвать свою программу «Zicherheit gegen Russland» – «безопасность против России» или «Zicherheit ohne Russland» – «безопасность без России». На это вот политолог Алексей Юсупов, которого я очень люблю, обратил внимание. Так вот, тут действительно важный аспект. То есть не против России до сих пор, как бы то ни было, немцы не решаются так сформулировать и не хотят, и не собираются. И не без России, потому что они понимают, что от России никуда не деться. Они не могут игнорировать существование России. Это понимание этого. Они как бы с нетерпением, если честно, они с нетерпением ждут, когда они могут вернуться к нормальным взаимоотношениям с Россией. Просто сейчас уже есть понимание, что с этим политическим руководством это невозможно. С этим политическим руководством России. России, естественно. Давайте уточним не Германию. Да, конечно. Ситуация, когда они вступают в какие-то военные альянсы против России, говорят о том, что надо в Россию направить какие-то немецкие танки, она для них почти невыносима. Она психологически просто никак... Они с трудом ее могут как-то нормально воспринять. Это для них как страшный сон. Они всего этого не хотят. Делают это крайне неохотно. Соответственно, мы видим, что до сих пор даже во всех этих внешнеполитических документах, проектах, которые рассчитаны, очевидно, на годы вперед, там они сохраняют некую очень большую осторожность. И в этом смысле относятся с большим пониманием, как я вижу и как я чувствую, к, собственно, простым россиянам. Многие из которых оказываются заложниками агрессивных действий своего государства. В Германии есть, просто так скажу на всякий случай, чтобы эту ситуацию проиллюстрировать. В Германии появилась какая-то традиция, что немецкие сети супермаркетов делают на Рождество такие высокобюджетные рекламные ролики, в которых показывают проблемы немецкого общества. То есть какие-то такие социального плана на несколько минут, которые под несколько десятков миллионов просмотров набирают. И там вот в одном из таких роликов, в котором сеть супермаркетов Пенни, который как раз у меня за углом, очень часто хожу, она его заказала. Там и вот такой как бы показан многоквартирный дом, и в котором немецкий, да, стоящий в каком-то городе Германии, и там какое-то вот громадное количество проблем социальных у людей. Там называется риса, типа разрывы в немецком обществе, и как их надо преодолеть, общаться с другом и так далее. Там вот показана семья, русскоязычная семья таких людей, условно, 50-летних, где вот мужик такой сидит, чуть ли не в маленькой алкоголичке за столом, смотрит телевизор, там выступает Путин, и он говорит правильно, там он войска ввел, все правильно он делал, надо там этих украинцев мочить, условно. И его жена в этот момент что-то на кухне там возится с едой и плачет. Да, очень какой-то трогательный момент. И это показан как, а не показано не то, что происходит где-то, как-то, что-то, да, а ситуацию, которая произошла, происходит непосредственно здесь и сейчас, в немецком обществе, как немецкая проблема, условно, да, что вот есть эти 6 миллионов выходцев из постсоветских стран русскоязычных в Германии. Сейчас уже может быть больше, сейчас может быть 7 миллионов, отключая украинцев, многие из которых и в быту говорят на русском языке, да, хотя, естественно, многие, даже те, кто на русском говорили, сейчас переходят на украинский по понятным причинам. Ну вот, и вот это как бы люди, давайте думать, что с этим делать. Это не какие-то там, не знаю, ватники, которых надо депортировать, да, а это вот наша немецкая проблема, вот она как бы так выглядит, вот надо ее как-то решать, да. То есть такое как бы уважительное, довольно трогательное отношение к русскоязычной диаспоре, которая здесь имеет место быть. И оно, честно говоря, немцам с их воспоминанием, с их собственной памятью и опытом национал-социализма очень даже понятно, да, когда часть значительного населения это все не поддерживало, но ничего поделать не могла, и вынуждена была как-то там перетерпеть эти годы, чтобы потом построить, наконец, демократическую страну, которой людям, как Ангела Меркель говорила, охотно живут. Был у ней такой лозунг одной из политических компаний. Германия, в которой мы все охотно живем. Вы, кстати говоря, обещали про социологию рассказать, применительно к леопардам. Мы все-таки к ним возвращаться будем, возвращаемся в этом подкасте. Как немцы, они за то, чтобы отправлять эти танки Украине или нет? Ну, примерно 50-50 с небольшим преимуществом не отправлять, на стране не отправлять, но, в принципе, можно сказать, что Германия разделена по этому вопросу на две равные половины. Интересно тут то, что молодежь, которая, в принципе, должна была быть настроена скорее проукраински, защищая демократические ценности, скорее скептически относится к идее отправлять леопарда. Почему так? У этого может быть много ответов. Отчасти у молодого поколения все-таки вот эта вот взаимосвязь между мышлем оружия, чтобы закончить поскорее войну, все-таки это противоречит всех их каким-то установкам. Может быть, какие-то они розовые очки носят, да? Но убедить немецкую молодежь в том, что, поставляя невероятно эффективные боевые машины, мы как бы боремся за мир, эта мысль кажется им не такой однозначной, да? В принципе, это противоречит их как-то жизненному опыту и, в принципе, какой-то просто житейской логике это тоже противоречит. Но, с другой стороны, в их информационном пузыре молодежи вряд ли они являются потребителями общественно-правовых каналов немецких, там, ARD, CDF, именно вообще телевидение. Да, в их там условных инстаграмах и тиктоках все-таки война в Украине не является самой главной темой. Да, там есть много чего еще. Там есть и Иран, который забывается на этом фоне, там есть и беженцы в Средиземном море, которым тоже надо помогать, там есть неравенство в разных частях света и так далее. Война в Украине там является всего лишь одной из тем. Они смотрят, в каком привилегированном положении с их точки зрения оказываются украинские беженцы в Германии, потому что у них нет проблем, им сразу выдаются разрешения на работу, на пребывание и так далее, да? То есть то, чего какие-то беженцы условно из, там, Северной Африки, то, что им так легко не доставалось, украинцам, соответственно, достается гораздо легче и проще. Они в этом видят некую несправедливость, да? Соответственно, вот этот вот перенос всего внимания на Украину многим левым, да, среди молодежи левых довольно много, кажется не очень справедливым делом. Ну и, в принципе, я думаю, этих двух причин достаточно, чтобы показать как бы сложную ситуацию. Можно еще сказать про опыт холодной войны, которого у них нет, да? Вот это вот все-таки у старшего поколения, а больше всего поддерживает, если на социологию смотреть, больше всего поддерживает отправку танков именно старшее поколение, то вот это вот как бы блоковое мышление, они как-то могут все-таки вспомнить немножко из 80-х, из своей молодости, что как бы в том числе и ощущение, что вот все-таки наш блок победил, да, ничего страшного не случилось. Это как бы условное зло может быть побеждено. И даже так, что и Советский Союз, ну, то есть там ничего страшного с точки зрения западного мира с ним не произошло. Да, он развалился, но невероятно крупополитной гражданской войны не было, Россия в течение 10 лет как-то экономику свою наладила и так далее. Тут еще, естественно, то, что для Германии уже стало совершенно обыденной вещью, это раздел между Востоком и Западом, да, то есть Восточная Германия никаких танков посылать не хочет, но Западная Германия число тех, кто за эти поставки, оно выше, чем в среднем по стране. Ну, это, понятно, это бывший ГДР, это особые связи с Россией, это некое недовольство просто властями Германии, какой бы партии они не принадлежали, это большие числа поддержки, альтернативы для Германии и так далее. Понятно. Дмитрий, очень коротко в конце можете сказать, как вам кажется, все-таки Германия будет более активную позицию занимать или нет в вопросе поставок и вообще помощи Украины, хотя, вот знаете, говорим мы сейчас, будет более активную, но понимаем, что после США вообще-то это вторая страна по объемам оказанной помощи Украине. Германия занимает, опять вернемся к этому мальчику, который стоит у доски, он занимает активную позицию, конечно, он занимает активную позицию, он вообще единственный отвечает на эти вопросы. Вашингтон даже прямо говорит, что Абрамсы поставлять не будет, там, по логистическим и другим причинам, и почему-то митингов у Белого дома, да, Вашингтон, да, и Абрамсы мы не видим. То есть абсолютно Германия стала тут козлом от отпущения каким-то и по не очень, собственно, понятным для немцев причинам. Просто вот так вот получилась ситуация, что что бы она ни делала, да, она как бы остается крайней. И Шольцу надо признать достаточно то, что он, находясь под таким давлением, все-таки мямлет и немножко немецкую позицию, какую бы она ни была, защищает, надо дать ему должное. Это как бы сделать достаточно непросто. То, что Германия разрешит поставлять эти леопарды, Писториус сегодня сказал, те, у кого есть леопарды, и те, кто думает их поставлять и ждет нашего разрешения, начинайте, пожалуйста, обучение украинцам. Все в порядке, не затягивайте. К тому же мы понимаем, что даже разрешение Германии, оно не означает, что завтра эти леопарды уже поедут на фронт. Это надо обучить экипажи, это надо наладить снабжение и так далее. Более того, даже непонятно, какая основная модель этих леопардов будет Украине поставляться. Это же тоже вопрос. Леопардов-2, их как бы очень много разновидностей. И более современные, и менее современные, и комплектующие от одной разновидности не подходят к другим. И леопарды, которые находятся на вооружении у различных стран, они в том-то и дело, что они разных разновидностей. Соответственно, как бы нужно для начала вообще определить, какие именно леопарды мы Украине поставляем. И потом уже смотреть, у кого они есть. И потом уже как бы смотреть, где мы берем недостающие компоненты, как мы осуществляем подготовку экипажа и так далее. Это все называется общее европейское решение, на котором Германия и настаивает, отказываясь вот этих вот от единичных шагов, делать что-то в одиночку. Если мы хотим действительно эффективной помощи Украине, то нам нужно заниматься именно этим. Если Польша поставит 14 танков одного поколения, Финляндия 14 танков другого поколения, кто-то еще пару танков там третьего, то это не будет эффективной помощи. Эффективная помощь может быть только совместным решением, совместным шагом. Поэтому, в принципе, Германия делает больше, чем можно было себе представить, даже в июне, когда мы с вами говорили в последний раз. То есть получается, что я тут как-то Германию защищаю все время, но я просто понимаю психологию этого мальчика, стоящего у доски, может быть, из школы помню. И мне в этом смысле шутся немножко как-то жалко. Я не вижу злонамеренной позиции любой ценой эти немецкие танки не поставлять. Я вижу, что Германию выставляют в том числе крайней, что некоторые страны при этом защищают свои собственные интересы, при этом отказывая Германии в том, что у нее тоже собственные интересы есть. И я вижу такой спор больших игроков на рынке вооружений, ну и так далее. И все это довольно как бы сложный процесс. И я вижу очевидные пиар-провалы Германии Олафа Шольца, который, грубо говоря, не может внятно объяснить вообще, что происходит. И вот эти вот выражения, да, у Германии есть, по-моему, Писториус сказал, что есть хорошие причины для того, чтобы поставлять, и хорошие причины для того, чтобы не поставлять. О, Господи, да, на современном глобальном медиарынке для стран, которые не так вовлечены, которые не читали там статьи Гной Цюрихерцайтинг на немецком языке, слышать эти речи, я думал, что они как бы крутят пальцем у виска и говорят, ну вы немцы совсем офигели, тут война идет, а вы как бы тут не знаешь, чем занимаетесь. Все понятно и все сложно, скажем так. Это замечательный вывод из того, о чем вы говорили. Я благодарю немецкого журналиста Дмитрия Овачедина. Дмитрий, благодаря вам я много узнал о немецкой политике и чуть лучше стал понимать то, что происходит сейчас вокруг этих поставок. Вы слушали подкаст «Что это было?» Слушать нас можно в Apple подкастах, в Spotify, в Telegram-канале русской службы BBC, на нашем канале в YouTube. Спасибо за комментарии, оценки и лайки. Меня зовут Олег Антоненко. Всего доброго.